Располнел лицо круглое, взгляд веселый, а еще улыбается. Его вряд ли узнаешь. И вообще сегодня Илья Прозоров. Хотя в прошлом была более известная фамилия Фарафонов. Вот так вымахал мальчик, устроивший смертельную аварию. Такую, что о ней говорят до сих пор. Сделай-ка выхлоп. Давай. А что там алкашкой пахнет? Это за машина? Это у меня девушка на винишке. Бутылка вина в подлокотнике. Большой внедорожник повзрослел. И теперь смеется над прошлым. Оно не преследует. Да и похоже спит хорошо, не жалуется. Жертвы ДТП 100% не снятся. Только одна беда. Журналисты. Не надо этого. Я не буду ничего говорить. А почему? Ты же не пьяный. Все хорошо. Реакция понятна. Слово узнали. И снова припомнили. 10 лет назад 13-летний Илья сбил на пешеходном переходе трех человек. Один скончался на месте. Другие остались коллегами. Мало того, что их будто кегли в боулинге сбила машина. Так еще переехал и другой автомобиль. Почнулся. Здесь уже так не отстаскивались. Такого, что малолетка, бестолковая. Один с переломами пролежал несколько месяцев. Другому вырезали селезенку. Сделали трепанацию. На похороны друга не сходили. Да и с виновником трагедии разобраться как следует не смогли. Хотя бы пообщаться с ней, с мамой. Но она вообще трубку не берет. Просто хочется посмотреть на ее глаза, на этого мальчика. И мама адвоката. Это что, все позволено, что ли? Елена Фарафонова действительно все сделала для сына. Илья на пару лет отправился в спецшколу, потом еще учеба. Так мальчик и взрослел. Во всех смыслах. И получился вот такой богатырь на железном коне. Правда, водительских прав так и не получил. Даже не пробовал. И действительно, какой инструктор захотел бы взять на себя грех учить Фарафонова-Прозорова? Вы без прав ездили до этого? А вы сами как думаете? Ну, я думаю, да. Ну, а я вам скажу, что нет. Илья очень переживает, что его новую машину покажут по ТВ. Говорит, инспекторы запомнят и будут постоянно останавливать. Патрульные улыбнулись, но ничего не сказали. Оказывается, нарушитель в розыске. Кому-то сломал челюсть и до сих пор скрывается. От прошлого не уйдешь и не уедешь. Разве что в полицейский отдел.